Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре я покажу вам приманки G-Spin. Покажу несколько моделей. Взял я их немного, на пробу. Буду ловить троллингом. Возможно, некоторые модели попробую в заброс. На моем канале уже был обзор про приманки G-Spin. Я показывал вам воблеры по головлю, окуню, форели и щуке. Из тех приманок я бы выделил воблер сниток, именно 40-мм. Меня он очень впечатлил своей игрой и балансом. Воблер сбалансирован просто превосходно. Кому интересно, посмотрите обзор, я там показываю, как эта приманка работает. Так вот, для себя я решил приобрести и попробовать приманки от этого производителя более большего размера. В надежде поймать на них трофейную рыбу. Могу вам рассказать немного об этом производителе. Компания G-Spin на рынке уже более 19 лет. Раньше эта компания называлась G-Spin. Но не так давно компания сделала ребрейтинг. Теперь она называется G-Spin. Приманки разрабатываются и тестируются в Питере. Завод по производству приманок стоит в Китае. Приманки имеют отличную фурнитуру. Покрашены приманки в три слоя. Некоторые из них имеют покрытие с добавлением фосфора. Ну а почти каждый воблер имеет ультрафиолетовую покраску. Такие воблеры маркируются на коробке специальной наклейкой. Цена этих приманок средне-бюджетная. А качество очень даже впечатляет. Итак, давайте рассмотрим эти приманки поближе. Приманка под уст. Производителем заявлена глубина 3-4 метра. Приманка плавающая. Судя по лопатке этой приманки, приманка должна уходить где-то метра на полтора. Но я буду пытаться заглубить ее на 3-4 метра. Приманка с добавлением фосфора. Именно эта модель светится очень ярко в темноте. Фурнитура очень мощная. Такое ощущение, что в этой приманке больше фосфора, чем самой краски. Приманка без кари. Заглубление заявлено производителем 2,5-3,5 метра. Приманка плавающая. Судя по лопате, она где-то так и будет уходить. Я думаю, что я смогу ее даже заглубить где-то метров до 5. Приманка также с добавлением фосфора. Это вот видно по покрытию воблера. Такие гранулки оставляют фосфорное добавление. Почему-то я сделал ставку на пескаря на эту модель. Заказала себе 4 штуки. Цветовые артикулы у этих приманок очень тяжелые. Запомнить мне их тяжело. А если записывать на гоблере, то придется полпуза исчеркать. Поэтому цветовые артикулы я вам не назову. Также это приманка с добавлением фосфора. Приманки сделаны очень довольно-таки интересно. и качественные. Я тестирую эти приманки в ближайшее время, в июльской поездке. В июльскую поездку поедет масса приманок, а не только G-Speed. Друзья мои, а это легендарная приманка от G-Spin Щуренок. Почему легендарная? Да потому что на эту приманку многие рыболовы поймали не одну сотню щук. Я ее взял себе в единичном экземпляре. Приманка плавающая. Опять же, заявлено заглубление от 3 до 5 метров с маленькой лопатой. Не знаю, насколько я смогу эту приманку загнать, но в видеоотчете, в обзоре после приезда я обязательно расскажу, как те приманки себя повели. Эта приманка шумящая. Имеет систему дальнего заброса. Приманка отлично летит и может использоваться в заброс, не только при троллинге. Также у компании G-Spin есть не менее легендарная приманка. Это танцор. Он совсем не похож на раполовский танцор, на танцор. На эту приманку я еще не ловил. Но говорят, даже любая бабуля может поймать на эту приманку рыбу. Будем надеяться, что я не хуже этой бабури. Взял я эту приманку в двух цветах. Зелененькая, под опушка. В принципе, беспроигрышный вариант. И натуралка. Желтая с белым и с красной головой. Тоже особо беспроигрышный вариант. Приманки сделаны очень качественно. Повторюсь, покрашены в несколько слоев. Очень впечатляет меня покраска этих приманок. Но лопата у танцора это что-то нечто. Очень толстая, могучая, широкая и необычно изогнутая лопата. Если эти приманки мне понравятся, обещаю, я сделаю более подробный обзор по цветовой гамме этих приманок. Может быть, расскажу о них что-то еще интересное, что смогу узнать. Говорю вам до свидания. Рыбацкой и жизненной удачи. Всем пока.